В Твери выбирают лучшего воспитателя года. Конкурс проводится уже 26 раз. В этом году на соревнование профессионального мастерства среди педагогов в дошкольных учреждениях было заявлено 13 воспитателей. По итогам во второй тур вышли 10 детских наставников. А сейчас я предлагаю вам подняться над облаками и с высоты нашего бесценного опыта взглянуть на новые горизонты дошкольного образования. Некоторые участники конкурса это опытные специалисты, которые воспитали не одно поколение детей. Другие это молодые детские наставники, которые только начинают свой путь. Воспитатель старшей группы Елена Сергеевна впервые принимает участие в конкурсе. В выполнении заданий ей помогали ее воспитанники, сын и муж. Елена работала воспитателем с 2000 года. Потом она кардинально сменила сферу своей деятельности, стала работать в полиции. Однако любовь к маленьким детям оказалась сильнее. Спустя 10 лет Елена Сергеевна снова вернулась к профессии воспитателя. Когда я привела своего младшего ребенка в детский сад и в эту атмосферу прочувствовала снова, я поняла, как человек творческий, как долго мне этого не хватало. Практически как с нуля, три года, как молодой специалист, окунулась в эту профессию. С удовольствием окунулась. Все претенденты на победу рассказывали о себе и своей профессии, а также на практике продемонстрировали мастерство воспитания малышей. Однако сначала всем преподавателям необходимо было пройти заочный этап. Конкурсанты создали интернет-портфолио, сняли видеопрезентацию, а также подготовили методическую разработку занятий с детьми на определенную тему. Вообще надо сказать, что конкурс — это фестиваль мастерства, творчества. Мы смотрим какие-то педагогические находки, какие-то технологии новые. И все это, конечно, оценивается в рамках нашего конкурса. Самая важная задача для конкурсантов — это продемонстрировать свои лучшие качества и не подвести родной детский сад. Педагоги представили творческие презентации. Их оценивала компетентная жюри, куда вошли представители системы образования. С приветственным словом к участникам обратилась начальник управления образования города Твери. Это талантливые, творческие, решительные, смелые, ответственные педагоги. Именно финалисты этого конкурса сегодня возглавляют учреждения нашего образования, наши детские сады. После четыре конкурсанта, которые прошли в третий тур, выступят с докладами и презентациями, а также примут участие в ток-шоу «Профессиональный разговор». О церемонии закрытия награждения победителей и лауреатов конкурса состоится 14 февраля. Продолжение следует...